Друзья, коллеги, давайте начнем. У нас второй наш поток, который называется практикум. И я прошу поприветствовать основателя рекрутингового агентства Proofy Алена Владимирская. Здравствуйте. Вы знаете, много-много лет я ищу разработчиков для больших компаний. На самом деле вы меня все должны глубоко ненавидеть, потому что рано или поздно я прихожу к вашим разработчикам и говорю, пойдемте в Facebook, пойдемте в Google, пойдемте в Mail, пойдемте еще куда-нибудь, если это хорошие разработчики. И на самом деле мало кто понимает вашу боль так, как понимаю я, потому что, когда я с ними общаюсь, я очень четко понимаю, на какие точки бить для того, чтобы их забрать. Сколько бы мы ни говорили о том, что зарплата – это и есть гигиенический, а не основной фактор, на самом деле это очень важная история, может, она гигиеническая, но когда вы платите, условно, допустим, 80 или 100, а я прихожу, говорю, ну окей, ты хороший, 150, сразу не глядь, а давай там дальше думать, то, в общем, из гигиенического он переходит в такой прямо аргумент, как кирпич. Плюс, собственно, я когда прихожу, я еще показываю, сори, я буду вот так вертеться, я ненавижу, честно говоря, за это сколковские залы, потому что я ощущаю себя рождественской елкой, под которой должны класть подарки, вот все вокруг, да, и вводят хороводы. Ну, потом я прихожу, там показываю офис или картинки этого офиса, там, не знаю, там гамаки, печеньки, и же с ними, и, собственно, ну, аргументов все становится, контраргументов становится все меньше. Поэтому я, в общем, очень хорошо понимаю, насколько это сложно вам дается, и насколько на самом деле вы несете, что называется, для рынка такую очень хорошую историю, вы фактически чаще всего бываете первыми, кто этих разработчиков учит, а потом их забирают большие проекты, и я понимаю, насколько, в общем, это правильно, но несправедливо по отношению к вам, и это есть какая-то такая, на мой взгляд, одна из самых основных историй, почему ваш бизнес там, может быть, не растет так, как бы вам хотелось, потому что, ну, разработчики – это основные руки. И всегда у нас, особенно хороших, много меньше, чем проектов, и это еще долго будет. То есть рассчитывать на то, что разработчиков станет много нам не приходится по одной простой причине. Дело в том, что кризис здесь работает против нас, кризис предполагает, что в интернет, как среду обитания пошли не интернет-компания, пошло все, пошли все банки, пошел ритейл, пошло авто, пошел туризм, потому что интернет все равно самая дешевая среда для привлечения клиентов до сих пор, и, соответственно, все они пытаются построить свои именно диджитал-департаменты, всем им становятся нужны разработчики, все они, в общем, ни черта в этом не понимают, поэтому просто, поскольку у HR основной другой скилл, он умеет набирать, я не знаю, продавцов, инженеров, еще там байеров и ежесними, поэтому, собственно, все они переплачивают. И поэтому ни один нормальный у нас ВОЗ не может сейчас произвести такое количество разработчиков, которые среда потребляет. И дальше все, что я буду рассказывать, я буду рассказывать одну важную историю, на самом деле, что называется, во вред себе, из огромной любви к Рыжикову, просто сам лично, как бороться со мной, с такими, как я, для того, что на самом деле рассказывать разработчику, для того, чтобы он не ушел, и на каком этапе, и что рассказывать. Итак, условно, есть некое количество разработчиков, которые вам нужно, а, привлечь, б, удержать. На самом деле, главное, что я говорю, когда ко мне приходят какие-то дружеские студии, мне нужно им помочь, я говорю, обратите свои минусы в свои огромные плюсы. Главный плюс, на самом деле, сейчас, и его становится все больше, это не пустые слова. Главный плюс у нас для большинства работающих людей – это свобода. Особенно это свобода для тех людей, кто уже поработал в большой корпоративной среде. Причем я под корпоративной средой не имею в виду Яндекс или, условно, Гугл, а я имею в виду какую-нибудь пятерочку или банк, который у нас очень любит говорить, что мы инновационная среда, а на самом деле это приход в 8 утра и четкий просчет по карточке или в 9 утра, если ты вдруг пришел в 9.15. Дресс-код, жуткая отчетность, 15 совещаний, 25 утверждений. На самом деле люди, особенно разработчики, которые попробовали работать там, или те, которые думают о том, чтобы попробовать работать там, первая история, говорите им про свободу, про то, что сделайте, это прямо вот важный фактор, который позволит вам удержать на разнице в зарплате в 20%. Смотри, у нас нет дресс-кода, у нас свободный рабочий день, ты можешь приходить не в 9, а в 10, в 11, ты можешь работать в тапочках, и самое главное, в принципе, какое-то количество дней, пожалуйста, сделайте это, ты можешь работать из дома. На маленьких студиях это делается очень, ну, значительно проще, чем на больших компаниях, вы даже не представляете, насколько это удерживает. Более того, сейчас я просто на самом деле в шоке, вот для младшего поколения, для ребят 25-26 лет, ну там, 22-23, вот внезапно стало следующее, у этого поколения, с которым как бы никто не умеет работать, возникла следующая штука, огромные ценности семьи, и вот наличие семейных дней, они снова стали рано жениться, и ценность семьи у них совсем не такая, как, например, у нашего поколения в их возрасте. И вот история, я этот день провожу в семье с ребенком, чрезвычайно большая, поэтому хоум дни работают теперь не только для девочек, работают для мальчиков. Итак, первый мотив, с которым, если к вам приходит уже работающий у вас разработчик, и говорит, ухожу в Сбербанк, зарплата больше, первое, что вы говорите, свобода. К этому моменту он должен ее попробовать, то есть аргумент соответствующий, смотри, куда ты идешь, это будет в 8 утра, он этого не знает, мы ему это не продаем. Это жесткая карточная система, это, соответственно, дресс-код, ты вообще готов ходить в костюме, это, соответственно, история про то, что все решения, 15 раз согласование туда-обратно, и начальство меняется очень часто, это турбулентность, ты готов иметь зарплату на 20% больше, соответственно, при том, что ты вот, но этого всего не будет. Интересная история, мы знаем довольно много историй, что люди уходили, оставляйте им открытую, вот не ругайтесь на этом этапе, оставляйте им открытую дверь, испытательный срок существует не только для работодателя, существует для сотрудника. Я твердо вас уверяю, если вы будете расходиться с ними хорошо, четко обозначают, ты можешь вернуться, процентов 30 тех, кто сходил, в течение трех месяцев вернутся, в смысле, боже мой, какой ужас, вот в этот момент, пожалуйста, не мешайте им рассказать всем остальным у вас компаний, какой это ужас, пускай это живет прямо бесконечной байкой. Вторая история, к которой я прихожу, это, знаете, диалог, такая шизофрения, моей правой половины с левой половиной, я прихожу и говорю, ну смотри, у тебя же неинтересная работа, ты бесконечно занимаешься тем, что делаешь какие-то непонятные сайты для придурочных клиентов, которые там, собственно, хотят непонятно чего, вот это вот, вот это все, у них дурацкие требования, тебе это все надоело, зачем тебе это надо? Но вы понимаете, что чаще всего мы как раз переводим и не в Яндекс, и не в Гугл, мы как раз их переводим в эту историю клиентов, поэтому, соответственно, вот эта история рассказать про то, что клиент ужасен, и ты к нему идешь, здесь ты сейчас работаешь над многими клиентами, и один, условно, ну совсем идиот, а второй нормальный, а вот там ты теперь всю жизнь на этого идиота, и начальник у тебя будет идиот, который на самом деле вышел из каких-нибудь безопасников, ну, сори, я просто правду говорю, да, и, соответственно, вот это вот все тебе теперь с ним работать, вот, ну, долго, да, это вторая вещь, поэтому культивируйте эту историю, что, ну, ребята, вы получите немножко больше денег, но, соответственно, работать с дураком, и вот готовы ли вы к этому, он не просто, он не серий дурак, он и серий не понимает, поэтому он дает дурацкие требования. Третья вещь, которую надо очень, соответственно, культивировать, это история про сопартнерство. Понятно, очень редко ее можно культивировать просто де-юре, да, исторически у нас практически невозможно делать партнерство на уровне там де-юре. Слушайте, кто там стоит в дверях, если вы хотите пройти, коллеги, может быть, вы как-нибудь на маякнете где-нибудь, может, места есть, ну, что там люди бедные там в коридоре, помашите ручкой, рядом с кем можно сесть, ладно? Тут девушки стоят, как нехорошо. Вот, значит, третий – сопартнерство. На самом деле мы ее строим и для больших компаний. Вот тут сейчас у вас будет бороться чувство жадности нормальной, я сама собственник там своего бизнеса, и у любого собственника чувство жадности – это, ну, в общем, основное чувство, которое нам, в общем, не позволяет сойти с ума и продолжать вот эту безумную работу. Но вот у вас будет бороться чувство жадности с рациональностью. Так вот я хочу сказать, что я считала на примере своего бизнеса рекрутинг получается дороже, чем делиться прибылями. Чего, собственно, мы делаем? Это не надо, чтобы вступало сразу, условно. Но это должно быть всем понятно, что условно, допустим, вы сами вычисляете, что программисты, а для вас это основной ценный ресурс, ну, есть еще продажник, коммерческий директор, но, в принципе, основной ресурс для вас – это, ну, что зарабатывает, это программисты. Программисты, которые отработали условно больше трех там или больше двух лет, решите по вашему бизнесу, начинают участвовать в распределении маленького куска прибыли в компании. Это там схема, значит, объясняю, почему это работает просто очень круто, даже на уровне больших компаний. Денег получается много больше. В чем, собственно, суть? В тот момент, ну, вы понимаете, ну, тут, наверное, в зале много программистов, буду обижать, но, в общем, не обижайтесь, пожалуйста, потому что это правда. Как работает программист, да? На самом деле, вот он видит некое там, ну, условно, и он делает некую же историю, там пишет код, и дальше, в общем, конечно, он не думает, как это про бизнес. Как только ему включить на уровне денег, на уровне простых вычислений, смотри, ты пишешь вот так, мы сдаем условно в срок, или я не знаю, ты еще делаешь там какие-то вещи, забираешь на себя больше кусок, и прибыли становится больше, вы это показываете какой-то внутренними там письмами, не знаю, устным разговором, понятно, что все далеко не все белые, какими-то вещами, и ты от этого имеешь маленькую дольку, маленький процент. Случаются совершенно, коллеги, прекраснейшие вещи. Вот на примере одной небольшой студии в Украине, когда это вводила, получила следующая вещь. Сидели-сидели программисты, просто писали, ввели им эту мотивацию. Программисты такие пошли к юзабилисту и говорят, слушай, а мы вот тут смотрим, ты ведь, блин, не прав. Вот эта кнопка здесь не должна стоять. Я же вижу, они не тычут, они не покупают. Или условно там, ну это было не на заказной разработке, это было во внутреннем интернет-магазине. Или вторая там история, они такие приходят и говорят, что-то у нас маркетинг плохо работает, ну-ка мы пойдем разберемся. То есть мы их привязали, и они начали к этому смотреть как бизнес. А поскольку мозги-то системные и умные, то на самом деле вот они эту девочку-маркетолога с одной стороны запугали, а с другой стороны ей предложили столько, что реально вот в этом интернет-магазине мы продажи подняли больше, чем в два раза. Просто на уровне трех зануд программистов. Выгодно это? Получается выгодно, надо внимательно считать там свои истории, но участие в прибылях программистов, которые у вас работают долго, дает вам две вещи. Оно дает вам абсолютную лояльность этого программиста, он не уходит, и его дикую вовлеченность в бизнес. Он в результате многие процессы либо делает лучше, либо делает дешевле. Он сам знает, как это перераспределить. Это должна быть понятная программа, не работающая сразу, но это вот такая морковка спереди, соответственно, которая вот прям вот, если ты работаешь и работаешь хорошо, и работаешь у меня долго, отлично. Дальше, соответственно, следующая вещь. Еще один аргумент. Тот, который работает против меня, работает очень круто. На самом деле вам совершенно не надо, чтобы все люди работали у вас долго. Вам надо, чтобы, условно, окей, программист, пускай работает 2-3 года, но работает очень хорошо. Сделайте главный мой аргумент своим аргументом. Смотри, клево, чувак, ты идешь, это я уже перехожу к найму. Иди ко мне, а не иди сначала, не знаю, ну непонятно, не в очень большую компанию, условно, если тебя Яндекс не берет, а условно вот в среднюю компанию, ну не знаю, в какой-нибудь интернет-магазин. Иди ко мне в студию. Почему? Потому что ты будешь работать на много клиентов. У тебя будет лучше портфолио. Тебя, даже если не будут знать эти клиенты напрямую, через какое-то время, если ты к ним обратишься, они тебя посредственно знают. Условно, я делал для вас сайт, я делал для вас что-то. Ты, узнав рынок, условно, через два года спрыгнешь к лучшему. И это аргумент, чтобы не идти вот условно, ну понятно, я еще раз говорю, не в Яндекс, а вот в такие как бы порталы средней руки, ну уже богом померзший Мханет, но вот условно там год назад, не, иди в Мханет и иди ко мне. Почему? Потому что ты имеешь это портфолио, которое, собственно, позволит тебе, позволит потом найти твоего лучшего следующего работодателя. Когда ты ему открыт, и об этом говоришь, он такой, о, а да. Дальше, значит, смотрите, пожалуйста, не верьте нам, и, пожалуйста, запомните, в компании до 50 человек фактически вам никогда не нужен Хантер. Если к вам приходит рекрутер и говорит, мы больше не можем, нигде мы переискали всех программистов, ничего не можем найти, пойдемте, не знаю, там, к Владимирскому или не к Владимирскому, неважно кому, нам нужен Хантер, который найдет. Вам он не найдет. Не найдет потому, что мы привыкли, у нас привычка продавать в лучшинае, мы торгуем условиями. Вот, у вас другая история, вам надо торговать возможностями и как раз вот такими свободами. Где точки роста, где, собственно, вам искать? Первое. Основная точка роста – это разоряющиеся стартапы. Вот это прям вот откуда их надо брать со страшной силой. Значит, здесь вам очень повезло. За нас поработало государство. Есть фри, есть Колково, есть РВК, которые регулярно проводят не стартапов. Вам дальше очень просто. Вы идете туда ментором. Вас фри целует там во все места, говорит, ура, к нам пришел руководитель разработки, менторить проекты. Вас сажают и через, ну, вот в этот день через вас пропускают условно 80 проектов. В проекте у них условие, что должен быть фаундер и руководитель разработки. Конечно, будет говорить фаундер, вы изобразите, что вам страшно интересно, 500-я там социальная сеть фотографий, но вы смотрите. Ну, очевидно же вопрос, а на чем разрабатываете? А как разрабатываете? О, как круто, давайте чего? Помните, 90% стартапов разорятся, ну, и сдохнут в течение 3-4 месяцев. И эти руководители разработки для вас прекрасны. На самом деле, вот здесь коннектитесь раньше. Портал долго коннектится, портал на эти вещи не ходит, он ленив, зная, что к нему идет большой поток. Забирайте их, потому что они снова, они уже не хотят делать свой проект, они наелись, они испуганы отсутствием зарплаты, ужасом, когда инвестор просит обратные деньги. Вот этим всем, при этом им до портала довольно далеко, и портал не очень любит брать людей, которые были в стартапах до этого без какого-то опыта, вам это, ну, без опыта какого-то большого, вам это прямо вот отличная история, эту разработку забирать напрочь. А если вы им еще пообещаете, что там в какое-то, там, может быть, мы вернемся к твоему проекту, через какое-то время будем делать, то это очень хорошо. Вторая история, конечно, если вы умеете управлять этим, надо учиться управлять, история удаленной разработки, это прям прекрасная история. Обращаю внимание, когда я говорю под удаленной разработкой, пожалуйста, не покупайтесь на эту идею, на которой купились все порталы и большие проекты и проели огромное количество денег, условно, а мы откроем студию в Самаре. Вот нет. Почему? Потому что студия в Самаре, поскольку мы управлять, в общем, чаще всего не умеем, через какое-то время начинает кодить не то, что нам нужно, а что-то свое. Вот прям вот какой-то, не в смысле свой проект, а в смысле свое понимание вашего проекта. Это вообще вот прям вот тихий ужас. То есть тогда, получается, вам надо туда ездить, высаживать туда руководителя разработки, брать офис, вот это вот все. Вам нужны те программисты, которые по какой-то причине не могут переехать в большой город. Ну, причины могут быть самые там разные. Драматически болеют родители, не уйти. Да, соответственно, там до каких-то просто не хочу, приехал в Москву, испугался. Но при этом хотят работать, условно, на московских, питерских деньгах. У них свое представление о московских, питерских деньгах. И тут можно немножко вуалировать, что там 80 тысяч зарплаты, это вполне себе московская зарплата. Для, условно, Вологды это хорошая вообще прям двойная история. Они будут хуже по качеству, объективно, за исключением больших городов, а большие города выбраны. Их надо доучивать. Но, соответственно, поскольку он сидит в этом городе и выбраться не может, он не интересен большим порталам и большим проектам. Но вам он может быть интересен, если вы умеете работать четко по скриптам, гайдам, то есть, собственно, по задачам и коммуницировать с такими программистами. Мы регулярно находим лучший канал, по которому их можно находить, это ВКонтакте. На самом деле и вторая история, они читают Хаббров. Это две вещи, по которым, собственно, можно находить. Кому интересно, как находить, вам, собственно, приводите HR, расскажу, научу, покажу. Это вот вторая такая история. Третье, собственно, когда вы размещаете, конечно, надо размещать вакансии на рекрутинговых проектах, несмотря на то, что откликов на ваши вакансии бывает значительно меньше, чем, не знаю, на тот же самый Google. Тоже понятно. На самом деле первое, что вам нужно сделать, вам надо понять, что ту девочку HR, которую вы берете, если она у вас есть, она должна быть четким безделанным скилом, то есть она должна быть продажником. Соответственно, ее главная цель – это просто продавать вас как студию, ну, просто как вот, собственно, как работодателя. В чем суть? Опять же, пишем прямо в вакансии. Свобода, отсутствие дресс-кода, дружелюбная атмосфера, играем в футбол, вот это все. Отсутствие начала рабочего дня, участие в прибыли, опционная программа, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот эту штуку и подаем ее прямо наверх. Почему-то девочки берут чаще всего просто стандартный каркас вакансии, пишут ее, а, соответственно, соискатель смотрит совершенно другим путем. Вот он идет, знаю работодателя, не знаю, знаю, не знаю, ой, студия, нет, не пойду. Если описать это иначе, он сначала же читает вакансию, потом смотрит работодателя, он может даже не посмотреть, о, клево, о, прикольно. Торгуйте проектами, торгуйте клиентами, торгуйте тем, что, собственно, вот потом ты можешь выйти. Третья история, соответственно, у нас есть второй тип вузов. Я отнюдь не говорю, что вы хуже, вам там условно не уйдут программисты из Бауманки, из МФТИ и прочих-прочих вещей. Конечно, кто-то уйдет. Но вы должны понимать, что у вас нет такого ресурса, например, который был у меня, когда мы там строили большую программу с Бауманкой. Но это просто много миллионов, когда ты сначала вкладываешься в кафедру, ты их начинаешь понимать со второго курса, ты их ведешь, и вот это вот все. На самом деле есть непрофильные программистские вузы, в которых есть программисты. На самом деле идите туда, и вот в чем суть. Давайте им работу какую-то на третьем, на четвертом курсе, когда их еще не берут, им работа нужна. И привязывайте их этим, привязывайте их к проектам. Соответственно, пусть он работает неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, но в результате к моменту выпуска он уже участвует в прибылях, он уже к вам привязан, он уже, собственно, никуда не хочет. Более того, один такой лояльный программист за собой приводит пять, шесть, семь, потому что программисты, вы понимаете, дружат с программистами. Это вот прям основной. Еще одна очень, собственно, важная история. Запустите внутри своей компании реферальную программу. Это дешево и хорошо работает. Объясню условно. Нам нужно набрать разработчика. Перед тем, ну, разместили вы эти вакансии, сделали, и человек кого-то к вам приводит, это все какое-то вот прям унылое, ужасное. Расскажите компании, что, соответственно, если мы приведем разработчика, один оклад разработчика, ну, его одну зарплату, вы заплатите тому, кто его привел. Платите следующим образом. Не надо платить сразу. Мы делим оплату эту на три части. Первая часть – в момент, когда человек вышел, ну, то есть, соответственно, если эта зарплата 90 тысяч, ну, я просто, я девочка, мне проще считать так. 30 тысяч, соответственно, вы платите, когда человека привели, он принял офер, вышел первый день на работу в течение недели. Второе – когда у него закончился три месяца испытательного срока. И третью часть – когда он отработал еще три месяца, шесть месяцев. За это время любой найм окупается, ну, если это не совсем топ-менеджер. Почему это, собственно, очень важно? Обращаю внимание, дело в том, что в такой программе это получается значительно дешевле. Объясню, почему. На самом деле довольно большие сложности у человека возникают в первые полтора месяца на адаптации. Он хотел в одно место, тут не так, с окна дует, там, соответственно, еще чего-то, еще чего-то. В общем, все вот это не работает, и он, собственно, хочет уходить. Если рядом с ним его привел друг или приятель или знакомый, который еще заинтересован за него деньги получить, он сам к нему будет подходить и говорить, ну, что, Петь, как дела? Ну, что ты такой унылый? Пойдем, я тебе там покажу. А вот тут вот клево, а вот тут вот хорошо, а вот тут вот замечательно. На самом деле большое количество просто вот сложных ситуаций вытаскивается вот таким заинтересованным человеком. Он нормально адаптирует, он снимает проблемы, он тащит. Ну и, конечно, они приводят своих. То есть, на самом деле, те, которые вы не тратитесь на ресерч, вы не тратитесь на какие-то вещи, вы, собственно, за счет этого вполне себе хорошо, собственно, живете. Ну, еще есть, наверное, скажу, я не знаю, насколько это политкорректно и не политкорректно. У нас есть прекраснейшая территория под названием Донбасс и рядом с ними. Не очень ловко об этом говорить, но на самом деле оттуда едет большое количество внезапно программистов. Они не очень хорошие, но на самом деле их довольно просто доучить. Их не берут порталы в силу сложностей с гражданством и с какими-то вещами. Если вы маленькая студия, и тем более, ну, может быть, вы не совсем работаете в белых, вам это сделать много проще. И это прям вот еще тот ресурс, который использовать можно. И это прям вот очень важно. Ну, собственно, поскольку мы тут все как бы читаем все это бесплатно, но если вы вдруг ищите не программистов, вам там нужны бухгалтеры, юристы и прочие, подписывайтесь на нас, на антирабство, мы бесплатно отдаем всех кандидатов, кроме программистов. Программистами мы торгуем. Вот. Ну и, собственно, готовы сейчас отвечать на ваши вопросы. Коллеги. Да, извините, что честно и, наверное, не очень политкорректно. Спасибо большое. На самом деле вопросы вы задавали в приложении, мы обязательно на них ответим. И у нас сейчас полчаса будет митинг поэт прямо вот здесь на выходе из зала. Что еще раз? Да, сейчас вы там на выходе из зала, я буду стоять у столика и что-то вам рассказывать. Да, можно будет пообщаться, задать свои вопросы. Я предлагаю еще раз проаплодировать. Большое спасибо, очень интересно было.